приветствую всех на своем канале сегодня рассмотрим какие значения показывает пульт для счетчика трехфазного милур 307 счетчик самый висит у меня на столбе я вам сейчас его покажу в самом верху счетчик установлен трехфазный вот от него пульт мы будем рассматривать внизу счетчика двухфазный и вот за столбом там видно чуть-чуть тоже трехфазный счетчик милур 307 вместе с пультом шло крепление на стену куда вставляется сам пульт тоже удобно чтобы его не потерять а был пульт на одном месте здесь вставляются батарейки как их вставлять я показывать не буду тут всем понятно что на этом экране мы увидим мы увидим вот столько цифр и столько букв но нам здесь не понять так как мы не в теме будем разбираться с тем что мы знаем вот у меня есть вот такая вот шпаргалочка если кому надо инструкция как вот пользоваться пишите в комментариях я вам на электронный адрес вышлю вот то что я знаю это что здесь написано мы сможем посмотреть на экране пульта так здесь всего две кнопочки меню и параметры то есть заходим в меню и пошли по параметрам включаем идет загрузка загрузка идет с счетчиком который я вам показывал самом верху вот у меня первый тариф здесь всего 8 тарифов вот я нажимаю на параметры и пошли тарифы но те тарифы у меня все по нулям потому что я сижу на первом тарифе так ну вот что я могу сказать вот а со стрелочкой текущее направление активной энергии энергии прямого направления ну вот я прочитал мне это ну ничего не говорит сейчас вот r с обратной стрелочкой это у нас что текущее направление реактивной энергии энергия обратного направления все я пристал но в голове не отложилось пошли дальше так 11 целых 27 киловатт час это столько сколько я уже намотал электроэнергией численные значения активной энергии если вот так вот грамотно сказать поехали дальше это я все нажимаю на менюшку так вот пошла фаза а 0 целых 12 тысячных киловатт не киловольт но целых 206 киловольт вот таких значений у меня здесь нету поэтому я не могу вам сказать что это такое и вот фаза c 0,25 тысячных киловольт ну это сумма общая так а вот тут мне понятно фаза а 232 вольта это напряжение теперь на фазе b 231 напряжение мелочевку я не беру то есть у нас не 220 а вот 231 вольт и на фазе c 230 233 вольта дальше у нас пошло 0 целых семьсот восемьдесят четыре десяти тысячных а а что у нас это численное значение текущего тока вот это по фазе b значение текущего тока по фазе c и вот это вот тоже будет понятно чистота 50 герц все мы знаем что у нас в электро сети 50 герц вот видите чуть-чуть подождал и все потухло очень быстро гаснет экран так вот здесь мы были уже сейчас я нажимаю на параметры я вот в менюшке зашел и пошел по параметрам как я вам уже и говорил так вот что такое пф 0,67 сотых я не знаю это пошло по каждой фазе вот теперь пока по фазе c это общая сумма значений так вот по фазе а 312 и кружочек тоже не могу сказать что это такое и здесь у меня на листочке тоже такого нет ну кто профессионал кто в этой теме он сразу определит и будет знать что это такое нам это знать не обязательно вот пошло я вам показываю просто вот значение какие сам пульт показывает так здесь мы уже были так тут дата понятно время аж я тоже не знаю эль тоже не знаю вот они как как-то сами то а что эль показывает 1038 что я могу вот это вот я тоже значение не знаю что это такое короче я могу сказать вам что этот пульт вот для нас для простых людей он что может показать сколько киловатт мы уже намотали в денежном эквиваленте он нам ничего тут на него не покажет только покажет сколько киловатт мы намотали какое напряжение по фазам в какой частотой время дату ну вот что нам надо и знать а больше нам и ничего не надо знать ну что на этом я хочу закончить свое видео подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии жду вас на своем канале все всем пока